ну чё ребят вы красноярске и тут идет снег поисках снега новый кстати аэропорт я еще тут ни разу не было я был когда маленьком еще когда его нафига правда большой куча нас встретились братала тут короче такая тема что для право для праворульных машин специальная правосторонние шлагбаумы папки у нас в Москве точно не встретишь причем мы заехали позавтракать здесь вот такие сибирские размерчики чебуречки 100 рублей пол листа короче заказать сырничков и в личку кафе куб дам чё нас сибирские размерчики продолжают сырнички даги громадные зашел в туалет 20 рублей я даже в москве не раз так дорого не ходил в туалет ну что мы остановились под запад под заправиться газовая кстати установка тоже стоит у брата здесь тоже газ также стоит как и в москве сейчас мы находимся где-то посередине между абаканом и красноярском вот этот знак даже говорит короче мало тут у меня ел операцию вынимали у него исключится спица да получается а пластина а пластина вот сейчас попроведу вот так вот они да наши блинычки выглядят вот значит я тоже думал что включится у тебя тут все ребят встречает нас вот такая погода на родине снежок покатаемся на лыжках кстати будем передвигаться вот на такой красивой машинке которую я купил на заработанные деньги на заработанные они были это был чемпионат мира летний и заработанные на челленджах и на бои призовые деньги также ну то есть это все производили вот не густо но что есть так у вас да погода радует сейчас нас ольга порадует хорошей езды на механике подстраивать все все под себя помнишь что где педали педали 3 педали среднее сцепление да нет нет ну серьезно это тормоз центр тормоз газ правда и левая получается тут же двумя ногами надо не одной да так я с ручник и нейтрально стоит сначала нажимаю сцепление нажимаю скорость вставлять 1 тип сюда да не не это 3 так вот так нейтралка сильнее налево ручник опускаем да так все первое включила чуть-чуть под газовая отпускаю потихонечку сцепление поворотов было на посыпление потом 2 все поехали 2 до 60 как ты почувствуешь что она все перегруза уже можно переключать сцепление главное не забыть что тут две ноги работают все можно уже на четвертую переключаться я на третью поеду давай переключай нет давай не надо ну что едет машина едет давай переключаемся дальше на четвертую назад просто назад назад да все не погнали тут правила больше нельзя 7 с ними что ли а? 7 с тобой тут 90 может и быстро я же машину вообще первый раз за рулем что сложно? ну вперед не сильно а вот с паркингами я думаю будут проблемы вот так надо назад когда там надо вперед-назад вот моя деревня да, Тимоха? мой дом родной вот хочу себе в санках а по реку тут что-то поднастроили сейчас поедем мы на мою улицу новую вот тут как всегда у нас лежит водичка ручей где-то кораблики запускал да, его какую-то станцию настроили блин, раньше сказалось такое все большое даже техника у нас какая-то новая стоит ну и вроде ничего получается дом нормальный Маринина Маринина это уже конец деревни не успели заехать уже конец все, да, улица новая вот она Тимохина улица родная да, скольки лет ты здесь прожил? да, вот как, кстати, перед биатлоном вот я уходил когда в 2008 да 2008-2007 я здесь прожил здесь вот друг мой жил вратарь футбольный ну я думаю улице никого не удивить это типичная улица России сейчас вот эти березы, кстати, я сам сидел и вот эти вот сосны тоже мы вместе сидим а это что разве ваш дом? а не тот крайний? это вот наш дом где трактор стоит и что-то сейчас поедешь постучишь скажешь здрасьте, пустите меня в мой дом кольцо пошло 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 нет, просто посмотрим птички поют очень классно вот эти, кстати, деревья тоже все мы тоже садили сами вон тот хедр который большой самый за гаражом я его когда садил я был вот такой где-то а хедр был еще ниже меня вот таким да а сейчас блин, ну классно он уже, кстати, волшебный так, птички поют прям по-весеннему новая семья да крыша, кстати, как была, так наша и есть ладно, поехали поехали кстати этот дом сами строили родители полностью нам давались материалы ну то есть отцу моему так как он работал здесь тренером и полностью все вот эти вот постройки делали самостоятельно все бани все гаражи все короче с вами делали такая вот история короче батя не только тренер но и строитель у него строительное образование я, кстати, вот в этом доме кусала собака в детстве за ляшку короче я после этого боюсь очень сильно собаки поэтому мне он сказал в доме в нашем никаких собак мопсы будешь заводить только через мой труп хочу мопсика у меня что сердце ёкнуло да да переедешь мне очень нравился этот дом потому что здесь очень много деревьев плодородных именно там сливы вишни я не знаю что там яблоки ранетки всякие ярга крыжовник у нас все было вообще то есть свое вышел съел и дальше побежал мячик пинать или на лыжах бегать или на роллеры кататься я думаю большинство в россии так детство проходило в принципе вот сейчас в деревне получается сколько 500 метров где-то до нашей школы вот вот в этой дороге я каждый день ходил два-три раза но я в основном ездил на велосипеде в принципе что зимой что летом было без разницы все на меня конечно смотрели так искусы немножко но я это потому что у тебя был личный транспорт ну да мне все говорили зачем тебе велосипед за такие деньги когда можешь мотоцикл летом купить и ездить вон она наша школа до какого класса ты здесь учился я все здесь учился а ты до 11 здесь учился закончил в школу вот кстати футбольное поле где я постоянно играл здесь его кстати в том году сделали вообще выровняли то есть очень круто все сделали школа небольшая два этажа да сейчас еще заедем посмотрим где у нас была лыжная база а сейчас ее там нет? не знаю сейчас где они находятся надо позвонить тренеру дома заброшенные вот это наша школа а вот это вот здесь вот у нас был трудовик здесь был типа отдельный учебный корпус? можно даже пойти посмотреть я думаю сейчас сторож какой нибудь выскочит скажет что вы тут лазите? так все на замках да к сожалению базы у нас здесь нет сейчас но можем посмотреть что здесь осталось может что и найдем какое-нибудь здесь вообще все забросали все забросали здесь у нас посередине был всегда теннисный стол пинг-понг который маленький теннис здесь было две комнаты одна вот там и одна здесь вот эти штуки кстати кабинки здесь маяк у меня осталось еще где я надевался и стояли лыжи вот здесь вот слева у меня стояли по-моему классические лыжи а справа коньковые там крючочки у меня были все то есть одежду я здесь оставлял ботинки снизу и вот здесь вот как бы у нас тут у восьмерых по-моему были свои кабинки здесь еще одно здание что-то тут походу ну все что-то можно я туда лезть не буду а киль поснимаю все о, инвентарь-то раритет все ну ладно залезу нифига себе лыжи-то смотри здесь вот стояли наши маленькие лыжи кто здесь а Карелия Карелия Енисей младшие младшие здесь вот у нас переодевались вот здесь вот так лыжи тут поставили стояли вот так смотри все так и лыжи все здесь заставлено было в дворе да там палки у нас лежали которые там лежали вот кстати ботинки СДС назывались да я на таких тоже бегала которые вот здесь усики вставлялись но они у них была проблема что они вылетали постоянно я даже тебе скажу я вот на таких начинала на кирзычах таких я кстати не видел смотри доверие и требовательность к людям закон партийной работы да слушай мне кажется это вот в принципе это состояние лыжных гонок в России в регионах большинства где раньше классные базы были и вообще хоть какие-то секции у нас в принципе в Ульяновской области ничего не поменялось примерно как здесь да конечно обидно такое вас же видеть я думаю что наверное вся лыжная база здесь кстати у нас были всякие штуки как сказать ну кладовка здесь мази парафины ну и всякое такое добро здесь хранилось под замочком у нас было под каким замочком ну так в Маринину это наверное же секции вообще нет да? не я думаю что она просто перешла в другое место базы потому что это здание по моему признали как это называется аварийно из-за этого оттуда всех погоняли ну а Ленин Ленин вообще бессмертный смотри вот здесь у нас были труды проходили мы там резали эти всякие короче скалки всякие творечники делали здесь я что то не помню а вот там у меня кстати в курзале дед работал с руком с этими участками уходи он нас куда кто то смотрит я говорю сейчас еще милицию вызовут скажут какие то тут приехали мардеры смотри смотри здесь народу детильные номера уж небось переписали тут кстати угоняли у отца четверку прямо вот здесь вот стояла она вырвали мы делали лыжи и ее угнали прямо отсюда нашли кто да она уехала у нее руль заклинил прямо туда сейчас куда поедем это дал кашина да 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 вот здесь вот был нас директор вел обожат географию он очень такой крикливый был директор злой его никто не любил вот он и директор где ленин бессмертия кстати подходили на трассу вот здесь между домов была тропиночка вот прям вот здесь и вот туда-то уходили там внизу находится как называется ну да враг и там внизу озеро на этом озеро когда застывал прокатывали уже приставали на лыжи ехать потому что трасса у нас находится там в лесу дальше до нее надо было доехать еще два два три километра еще кстати здесь деревня такая у нас нет газа и здесь все отапливаются печками то есть либо дровами либо углем и везде у всех можно наблюдать уголь и дрова поэтому я раньше очень любил колоть дрова и пасть и сейчас тоже люблю вот так раз уходит не тут не видно ходим ну и все принципе мы все деревне почти объехали едем к тимохиным бабушки и дедушки которые заложили в него любовь физической культуре биологии географии еще ботаники здесь это очень старый дом приехали вот какая система смотрите раз веревочек удернул и зашел ты все секретики не рассказывай знакомая система замок замок хоп вот так вот закрылся я надо открыть с той стороны я такую систему знаешь как называют по мордовски все-таки есть те мордовские корни где-то мордвин ну мы это тоже стих степей здрасте здрасте а я вот тут видишь обниматься нельзя мы карантин прошли в сибирь то не дойдет в сибирь лет через пять дойдет здрасте тебе вот тут ну как дед дела то вот плохо что плохо глухой да слепой глухой да слепой ноги не ходят тут беда самое главное а я вот тут видишь как приспособилась отсюда ложусь ноги вот здесь смотрю телевизор так мне хорошо так хорошо нормально у вас тыква ну я говорю вот поле не могли отпустить она тяжелая там маленькие были да так ее есть да вот я все люблю скорее когда внук еще один оттуда будет боже внук это правнук внук вот сидит правнук внуку то уже 32 года идти твой блять надо поработать у твоего отца в 32 года уже никого не рождали вот видишь как он на 30 взял трех правнуков правнуков а теперь время изменилось теперь по другому все сейчас дороже теперь рожают всегда поздно а здесь у нас кухонка вот такая в общем мили мили мизерная так скажем раньше здесь а кстати здесь опять газ стоит газа кстати нет я уже об этом говорил только вот такой вот в баллонах привозят его у кого-то в конфорке здесь стоит вот такая вот печка настоящая русская печь где можно готовить ту же самую тыкву которая там стоит или вот тут можно на печи расположиться и сушились здесь сухари и все прочее а здесь обычная печь которая топит отапливать дом то есть батареи идут по дому и вот она отапливается в принципе еще сейчас сделали здесь тоже в закутке за печкой раньше не было раньше всегда был туалет там на улице сейчас я езжу короче ребята у нас следующий день и мы уже короче собрались ехать на Рафтёю на закатку вот это кстати мой новый дом здесь у меня мама ну родители живут и брат вот находится это в Курагино 15-17 километрах от мариинской деревни которую я вам рассказывал вчера сейчас вот здесь заедем еще к бабушке и снова наберем соленье и варенье и уже поедем в Тёю потому что ну продуктов наберем картошки и так далее загрузимся по полной и гоним чтобы ну сказать много не покупать в общем сейчас загрузились уже у нас машина почти полная сейчас нахожусь в огороде бабушки и вот там вот на вот том косогоре там у нас лыжная трасса оттуда вот так вот проходишь проходишь два километра и там стартует трасса в том лесу была кстати неплохая вообще трасса короче я сейчас уже в подполье овере в погребе и вот здесь соленье варенье миллион чё ты оборчишь да я тут их разговариваю это вообще-то надо куча всего куча вкуснятины вот так вот у нас в сибири хранят соленья погреб зачем вот это тряпками закрываем только холод ну уже же тепло вроде как а? уже же тепло нет еще ну чё отмораживает может промерзнуть да? мне вообще в нас тебе заходит понятно короче вот этими тряпками все закрывается и там сохраняется определенная температура которая нам нужна чтобы продукты не пропадали где-то там своя система вон там как-то закрывается по уголкам я для короля иди угу вытащили мы немножечко баночек все кстати подписано вот тут какие-то помидоры по-чешски хреновина малину вот это вот все подписано по годам сейчас загрузим машину и поедем дальше а мы же еще картошку сейчас набираем бабушек там не пустил у меня короче я решил сама набрать потому что говорит ты там ничего не знаешь я там все знаю вот готовимся все давай оба есть да наверно хватит ага откуда у тебя шишка вот эта черт лишь не стала туда вылазить обручили стукнусь когда варила на москвича не помню на москвича на москвича это что нет на москвича никогда ничего не помню обруль ты на москвича когда взил мне рассказывал что ну что-то было я помню может наверное на еже с Тимкой с Лешкой ехали с третьей фермы с Кузаком на Запорожье а я оттуда еду ну балдыли как я ему как дал ну хорошо его двигатель сзади я ему в багажник залетел так капитально а Тимка через меня вот так вот и в картошку мотоцикл да ты в окошко залетел к нему да ну вот туда и ноги вот эти сильно видать в багажник обрульная ударил сидя обрульная скорее всего обруль обруль наверное да что у нас тут наготовили как всегда бабушка ну раньше конечно было вообще просто ты приходишь я помню все вот так вот заставят ну это ей просто мало время дали подготовиться она бы тут подготовилась ну как нежданечко вот еще серьезно рулетик какой то сделали сюда куда сюда там не увидишь нормально вот сначала по мясу по мясу так вслепую еще не двигаемся здесь кстати бабушкина комната и здесь я как то учил полную биологию с ней перед единственным экзаменом и я так вот лягу я после тренировки уставший обычно приходил лягу вот здесь и она мне что-то рассказывает рассказывает на стуле а я так просто в сон раз ухожу иногда она просто видит что как бы ну я все сплю уходит потом возвращается типа ну что давай дальше продолжим ну и мы продолжали дальше потому что время было мало готовиться и пришлось приходилось учиться здесь дед кстати всю жизнь проспал на диване бабушка то у меня биолог поэтому у него очень много всяких таких штук лоя вот тут а вот там на улице который вот этот сад я на каждом на каждом дереве был в принципе на каждый залазил знал везде какая ранетка растет и дичка как мы ее называли ну что ребята сейчас давайте определим победителя нашего розыгрыша биатлонного календаря значит сюда мы вводим ссылку все это дело разыгрывается на lisa on air ввели сюда ссылку смотрим что у нас сейчас 232 календаря комментария и нажимаем мне повезет и ждем победителя но у нас еще есть условия которые нужно соблюсти мы их посмотрим вот инста уже есть это уже хорошо прошел проверку на инстаграм на мой инстаграм на клубный инстаграм но не прошел проверку на youtube канале здесь вот у него нет либо скрыто либо просто он не подписан поэтому мы сейчас определяем нового победителя заходим снова на lisa on air убираем этого победителя и нажимаем снова мне повезет и ждем нового победителя который тоже будет проверен на все условия и кат кеда кеда инстаграм есть подписка есть уже два условия соблюдены еще два сейчас проверим ну что смотрим что анна рубцова под вот этим никнеймом кеда ар она есть и здесь и здесь то есть все условия соблюдены мы поздравляем анну рубцову а вы напишите мне в инстаграм в директ и определимся как мы вам это все дело отправим возможно если вы где-то у нас области я передам вам лично но после карантина когда вернемся уже домой а мы дальше отправляемся в тео погнали и 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 Мы едем пока что еще по асфальтовой дороге, но скоро подъезжаем уже к Гравиной. Немножко здесь не доделали, вот 30 километров всего до Тёре. Не знаю, с чем связано. Но сейчас вот можем наблюдать как раз заповедник, я не помню, как он называется, если честно. Здесь есть пещера в одном месте, в котором пошла группа, 16 человек, и не вернулась. Заблудилась, короче, пещеря. Ну что, кстати, ребят, я тут давно не был. Видимо, тут Вяльбе не зря приезжала, сделала вот такую дорогу. Вот здесь я точно помню, что была Гравийная дорога. Сейчас есть. Но я знаю, что там все равно какой-то участок дороги остался недоделан. Хотелось бы, чтобы его, конечно, доделали. Но для этого, наверное, Елене Валерьевне надо еще приехать пару разочков, чтобы дорогу эту доделали. Сейчас мы посмотрим, какая она дальше будет. Ну все, дорога закончилась. Началась гравечка. Сейчас поедем. Вот теперь вот хорошая дорожка пошла. Сейчас мы будем 30 километров ехать. Сколько-сколько ехали. Су-дорога уже нет. Вот на Нивах здесь. Самая дорога. Тут еще подморозил. Помнишь, мы с тобой ездили тут вообще? Не проехать было. Здесь надо на внедорожниках ездить. А не будет тихо. Ну что, ребят, апрель месяц. Посмотрите, где дороги. Мы едем на закатку. Я думаю, тут еще месяц точно можно кататься. Поэтому приезжайте. Мы вам еще покажем на стеклостиках. Покажем трассы. И приглашаем вас к нам в тюрьму. Кататься, тренироваться. Поднялись сейчас в перевал. И вот тут, короче, такие. Ой, здесь вообще зима прям. Здесь вот такие веревочки. Вешаешь на счастье. Типа на удачу. Но у нас веревочки нету. Поедем обратно. Обязательно повешаем. Как мы прокатились. Да скользко, ты попробуй. Вообще он просто... Твою мать. Там у меня что, такой адреналин? С номером эта хрень отлетела. Вот так бывает. С номером эта хрень отлетела.